и сейчас мы выходим в ваикра тоже в эфир в телеграме начать видео чат благодарность на сегодня благодарность благодарность урок номер 4 урок номер 4 все садитесь пожалуйста удобно и мы начинаем наш урок и так и так дорогие друзья естественно что мы начинаем как обычно до шаву о том чтобы у всех хорошая неделя чтобы была хорошая неделя и несмотря на все те беды несчастья и сложности которые сейчас происходят в израиле во всем мире и во всем мире и в израиле в израиле во всем мире а несмотря на это мы мы верим и знаем что все к лучшему что всевышний управляет миром уже от сотворения мира этого мир и все что делает всевышний в итоге она приводит к добру к добру мира к добру людей к добру участникам к улучшению то есть даже иногда приходится когда всевышнему действовать через очень болезненные средства то то все равно и так добро то есть вышли это добро и поэтому это мы должны помнить и знать вот естественно что наш урок посвящается тем чтобы все люди невинные люди которые пострадали чтобы они все выздоровели если они сейчас раненые чтобы все люди которые в плену невинные захватили преступники террористы здесь в плен детей трех-пятилетних детей захватили прям я сегодня запишу представляете захватили женщин стариков детей в плен и держат их угрожают убить то есть это настоящие бандиты нету здесь никакой у них не идеологии не совести ничего это просто настоящие бандиты убийцы и маньяти да те которые вчера ночью напали на израиль поэтому конечно конечно мы молимся чтобы всевышний спас вот тех жертв которые оказались у них в руках и это страшно то что они себя чувствуют и могут я очень главное как бы моя личная цель чтобы все пленные которые попали сейчас пен чтобы они все вернулись домой в ближайшие дни и на это должно быть в первую очередь направлено все внимание всех людей в мире мировое сообщество потому что если этого не будет то просто это будет третья мировая война с атомными взрывами со всеми делами потому что израиль сейчас не остановится после но того что сделали эти маньяки в израиле поэтому если у вас есть возможность как-то влиять на мир молиться мы должны первую очередь чтобы невинные люди вернулись домой это первое условие того чтобы дальше на все не шло и не увеличивалось значит но мы продолжаем изучать мы продолжаем изучать благодарность потому что лучшее что мы можем сделать чтобы приблизиться к богу чтобы он услышал наши молитвы это все-таки идти через ворота благодарности потому что все другие ворота ненависти вместе они все закрыты то есть они все на всех этих воротах стоят внутренней же в ради человека и все возвращается поэтому с благодарностью ко всевышнему можно зайти на самый верх а там уже можно попросить чтобы всевышний добро всевышнего проявилась в этом мире по максимуму естественно что проявлением добра по максимуму как свет разгоняет тьму также добро а но она сожжет все зло но только идти надо не с просьбой уничтожить зло а идти надо с просьбой увеличить добро увеличь добро дай силу добру значит как раз здесь у нас очень подходящий урок говорит нам значит было то что вот он дальше продолжает почему разбирать эту тему он говорит если мы поймем почему в ресте народ он ныл и жаловал и гнева всевышнего когда вышли из египта если мы поймем как это у них сработало значит у нас будет нам будет понятно как нам себя вести во всех ситуациях и красу сегодня четвертый урок прям начало книги 24 страница он говорит такую вещь что для народа израиля было невозможно достижение совершенной меры и понимание совершенно вера что это совершенно вера понимание что кажущееся зло это благо представляете вот прямо такая вот мысль то есть это было слишком высокий уровень для них на первом этапе их избавления потому что они были на 49 ступени духовной нечистоты и они не видели всевышнего не понимали все его замыслы и поэтому они не могли понять что то что кажется как зло в итоге она все равно приведет добру и он говорит да это все так но все равно от них значит все равно какая-то благодарность таких можно было ожидать пускай конечно нельзя сказать что зло это прям это нужно иметь огромный уровень видеть любовь всевышнего даже в таких ужасных событиях как убийство и захват заложников как тут увидеть добро это только самые самые великие праведники они видя всю картину что-то знаю понимаю понимают видят как эти души поднимаются сразу в рай как им с первой же секунды как они выходят из этого тела они попадают в самые самые огромные удовольствия которого только невозможно представить то есть может быть какие-то велите праведники они видят эту этот нюанс да но обычный человек он видит только смерть страх страдания близких слезы матерей которые потеряли детей и увидеть в этом добро очень сложно и быть благодарным очень сложно но он говорит здесь смотрите но они могли же подняться над своей мелочностью и неблагодарностью и выразили бы признательность маши маши рабы на за все совершенное всевышним через его посредничество если бы они хотя бы поблагодарили маши были хотя бы они добрые друг с другом они с ладно это все страшно но но они не начали бы нападать на маши рабы на он говорит что они увидели бы под великолепные потрясающие чудесные знамения ну что они наоборот начали сразу же все нападать на него лучше мы служили египтянам лучше мы умерли в египте и нам там было хорошо то есть они погрузились в злость и в гнев и в неблагодарность по отношению к маши рабы на друг другу и это было конечно то что то что и раздевала всевышнего это было как бы препятствием для их спасения и вот получается если бы они хотя бы минимальную провели в этот момент благодарность и они бы увидели что маши делал для них только добро только добро и беда в которой они попали произошла не по его вине а было чем испытанием вот любая сложная ситуация наверите испытания есть такое слово не саем не саем это с стороны это корень с это чудо да то есть испытание которое чек проходит он говорит вау это было чудо это реально чудо что его прошел с другой стороны не саем это похоже на слово вознесение для нас от то есть это как бы поднятие но с третьей стороны это испытание которое человек может не пройти и вот значит они могли в этот момент в этом испытании всегда есть в испытании всегда есть в испытании варианты как действовать как реагировать и что делать и он говорит что они могли сказать вот например они прошли это море да море раступилась потом несколько дней не было воды страшно нет воды все и потом появляется вода и вода горько они как начали возраптал народ на маша говоря что напитать не начали возмущаться нападать на машер бену как надо было им сказать это мы сейчас для себя учим да огромное спасибо тебе за все сделанное для нас до сих пор но пожалуйста помолись за нас чтобы у нас была вода то есть в момент когда идет сложная ситуация самое важное людям объединиться и быть добрыми друг другу в этой ситуации и когда начинается вот это внутреннее объединение то как раз она и дает огромную силу выстоять любом испытании и но они значит именно из взгляд на ситуацию является причиной их рабства то есть когда ты не берешь на себя ответственность когда ты не видишь хорошая когда ты не не объединяешься он говорит что это была причина их рабства и вот и отсюда он делает очень интересный вывод который вообще касается нас и обычной жизни вот он так говорит если человек чего-то не хочет по-настоящему то есть по поведению человека видно его внутреннее намерение его внутреннее желание то есть куда вот что он хочет значит если он по-настоящему то по-настоящему он не готовый на какие-то жертвы и он все время ищет виноватых но когда человек по-настоящему хочет чего-то достичь близости к всевышнему свободы какого-то высокого духовного уровня он не ищет виноватых он ищет возможности да и истинная свобода заключается в стремлении человека исполнить свое предназначение в мире достичь своей цели получается что рабство это жизнь без цели в то время как свобода осмысленная цели направленная жизнь вот такой вот он делает из этого очень такой обширный и многозначительный вывод что если человек он хочет искренне по-настоящему приблизиться ко всевышнему если он хочет реализовать свой потенциал в этом мире если он хочет быть человеком то и он знает что для этого есть благодарность молитва заповеди и так далее то он будет искать именно в окружающем мире как реализовать свой вот этот божественный потенциал да и он говорит что свобода это осмысленно целенаправленная жизнь но что сделали они теперь как ведет себя человек который раб до который раб не важно чего он раб раб своих инстинктов раб своего страха рабу они сказали так о лучше нам умереть от руки бога в земле египетская когда мы сидели у горшка с мясом когда или хлеб досыта вот вы вывели нас в пустыню это чтобы уморить все это собрание голодом то есть они начали опять же возмущаться на вашей рабы но искать виноватых арон и так далее теперь он опять приводит истор и как бы другой есть мишна вперте вот в которой говорится что хлеб ешь на земле воду пей на земле спи значит жизнью страдания живи тору учи если ты делаешь так счастлив ты и хорошо тебе счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире грядущем есть такая мишна и она очень странная но он говорит такую вещь что в этой мишне как раз и обозначена истинная свобода когда человек он не нуждается ни в чем он получает силы и радость жизни только от того что он следует в своей цели своему предназначению тору учи это есть предназначение человека и тогда ему не важно что у него вокруг он тогда счастлив счастлив ты в этом мире мире хорошо тебе в мире грядущем то есть тебя уже не сбивают здесь вообще ничего да если ты идешь напрямую всевышнему теперь на если ты если же ты не имеешь цели духовный рост есть меч цели присоединиться ко всевышнему то естественно тебя будут волновать все все сопутствующие вот эти вот дела в которых ты будешь погружен и все те не так все не то есть ты будешь все время недоволен если ты все время недоволен то у тебя портится отношение с собой то есть тебе же первый кто страдает от недовольства этот сам недовольная то есть это удивительная такая вещь но недовольные люди их просто надо пожалеть вот я я там обижаюсь на недовольных людей обычно когда они недовольны я думаю как же так можно посмотреть вокруг все так хорошо они недовольны они все время жалуются а потом я в какой-то момент думаю ну ночью на них обижаются не так несчастные то есть он уже сам недовольны еще я на него обижаю что недовольны чем его не видит добра то есть что можно сказать ну теперь но второе кто страдает от недовольных да это окружающие потому что уже недоволен еще и окружающими а если недоволен окружающими то он их этим ранит потому что люди хотят друг от друга чего доброго теплого хорошего отношения а если в отношениях один другому человеку все время говорит какие-то замечания недостатки и так далее то то естественно он 2 будет тоже недоволен будет страдать от этого и естественно вот это недовольство оно пропитывает человека насквозь и он становится неблагодарность недовольство он становится со всевышним такой же то есть по большому счету все что есть у человека это всевышний ему дает если человек он настроен на вот эту вот в линию видеть видите недостаток зло не благодарить наоборот даже нападать и быть недовольным то естественно он недоволен на всевышнего потому что глобально он скажет жизнь у меня плохая что ты забыл такой что мне дал такой плохой жизнь и он и богом недоволен и тут уже все у него конечно не жизнь он он здесь в аду и там у него будет ад поэтому благодарность это естественно вот ключ не зря написал раб шаломаруш что благодарность это ключ ко всем то ты будешь благодарен в первую очередь тебе внутри будет хорошо во вторую тебя будут прекрасные отношения с окружающими спасибо вам что вы приходите на уроки спасибо что помогаете спасибо что поддерживаете спасибо вам что вы есть спасибо что всевышний дал нам возможность ждать ей спасибо 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 и в этот момент у тебя внутри хорошо с людьми хорошо естественно что главное спасибо будет всевышнему спасибо тебе за то что мне так хорошо что мне есть за что говорить спасибо и в этот момент же человека она просто меняется кардинально на 360 градусов и он становится просто в по-настоящему соединяется со всевышним и в этот момент он просит всевышнего говорить всевышний сделай так чтобы вот этот свет который у меня сейчас есть в душе до чтобы он распространился вокруг пожалуйста сделать так чтобы люди вокруг перестали страдать чтобы люди вокруг перестали болеть чтобы люди чтобы там у меня то что мне нужно для жизни появилась и я и так тебе благодарен если мне еще там будет еда какая-то я вообще буду счастлив если хотя бы еды мне выждешь да а если еще пожалуйста я очень прошу всевышнего спасибо тебе огромное пожалуйста чтобы все те кто сейчас в плену чтобы их отпустили и чтобы вот эти хозяева которые бандиты которые управляют теми бандитами которые воюют чтобы вот эти вот хозяева которые дают им деньги чтобы они им сказали стоп потому что реально в любые бандитские группировки они же финансируются тем кто сидит наверху это все пирамиды и сейчас весь инициатор вот это все войны это иран они просто проплатили бандитам деньги чтобы бандиты напали все все разговоры про справедливость про мир про палестинских детей и так далее все это деньги заплачены деньги куплено оружие и сказано фас идите убивайте и вот это вот я очень прошу всевышнего чтобы чтобы те люди которые пострадали с помощью благодарности с помощью молитвы они увеличили количество вот этого света в мире и этот цвет он уничтожить ему то есть это очень важно понять вот эту вот вещь что бороться с тьмой лучше всего светом это как бы ну понятно поэтому увеличивать надо силу добро и тьма рассеется все и как конкретно стать благодарными значит мы переходим книга сделает плистин в которой он рассказывает как приобрести качество благодарность практические приемы значит практический прием который он сейчас здесь приводит он говорит такую вещь что если человек как вообще человек что-то делает он делает все что человек делает он делает чтобы получить удовольствие или чтобы избежать страдания иногда он делает очень сложные вещи чтобы получить удовольствие и иногда он делает прям еще сложнее вещи чтобы избежать страдания это главная мотивация переговорить если вы решили стать благодарными то используйте этот инструмент для приобретения качества благодарности представьте он говорит напишите в начале а потом представьте визуализируйте что вам даст благодарность жизни представьте ваши прекрасные отношения с людьми представьте ваше прекрасное здоровье представьте ваша счастливые глаза представьте увидите все бенефит на английском benefit все плюсы все преимущества которые вам даст благодарность и когда вы увидите это у вас вас возрастет мотивация быть благодарными 2 он говорит увидите все те ужасы которые вас ждут если вы будете неблагодарными. Разрушенные семьи, разрушенные отношения, разрушенное здоровье. Все это следствие неблагодарности. И он говорит, если вы эти две картинки будете представлять для себя, у вас будет огромная мотивация для того, чтобы быть благодарными, для того, чтобы искать за что поблагодарить. И через благодарность, опять же, вы получите все. Это мы знаем уже от Равшала Маруша. Благодарность это как раз вход ко Всевышнему. Благодарность это соединение со Всевышним. Благодарность это соединение со своей душой, с высшей частью себя. Человек это тот, кто благодарный. Теперь он рассказывает, как всегда, для прикрепления своего инструмента, он рассказывает историю, как один человек спросил его в этот момент, а я не вижу, говорит, себя благодарным. То есть я вообще не вижу картинок. То есть есть люди, которые не видят, плохо визуализируют. И на это ответил он ему так, что он говорит, все видят картинки, просто я в разной степени яркости. Например, он приводит пример, что человек, который не видит картинок, пускай представит себе жирафа и зебру, и опишет разницу между жирафой и зеброй. И он говорит, любой человек, который даже говорит, что не видит картинок, но жирафа и зебру, он в какой-то степени может представить себе. он говорит, если ты просто видишь себя хоть как-то туманно. Или даже если говоришь, вот я вижу себя сейчас благодарным, и мозг все равно видит. То есть ты можешь, оно может быть в тумане, оно может быть там почти черное, но видит. Поэтому он говорит, видят все, просто делай, просто делай, представляй себя благодарным, И все бенефит, все плюсы от благодарности. И представляет себя неблагодарным и все ущербы от неблагодарности. Поэтому я вас очень благодарен, что вы сегодня на уроке. Еще раз хочу попросить вас, чтобы мы вместе молились за невинных людей, которые пострадали вчера, чтобы они кто еще? Те, кто погибли, они праведники, которые поднялись сразу на небо. Невинные дети просто убивали детей, заходили в дома стариков, детей. Это страшно, то, что делали эти террористы. Теперь те, кого они украли, они больше 150 человек находятся сейчас в плену, по некоторым данным. И это просто, даже есть там дети 2 и 5 лет среди пленных, чтобы они все вернулись домой. И чтобы это все не переросло в Третью мировую войну, потому что пока не отпустят террорист этих детей, то Израиль не остановится. То есть сейчас Израиль сделает все для того, чтобы наказать этих бандитов, которые это сделали. Поэтому давайте молиться, чтобы был мир и чтобы добро победило зло. Все, всем спасибо большое. С Божьей помощью встречаемся завтра. Спасибо.